Большая история аэропорта берёт своё начало в 34-м году прошлого века, когда в Пятигорске создали первый гражданский авиаотряд. Через три года его переводят в Ставрополь. Тогда аэропорт находился на территории нынешнего завода электроавтоматика. Недалеко от вокзала, послевоенная, мирная история воздушной гавани началась в 54-м году. Пассажиров возили по всему краю. Отряд занимался патрулированием газопроводов, аэрофотосъёмкой и химическими работами на полях. 60-й год. Первый пассажирский рейс в Москву. Через три года в районе Михайловска строят асфальтобетонную взлётную полосу и первое здание аэровокзала. Начинается регулярное сообщение с Москвой на реактивных лайнерах. Ещё через шесть лет создаётся большой Ставропольский авиаотряд. На пике своего развития во времена СССР из Ставрополя можно было улететь в 26 городов Советского Союза. Налёт ставропольских пилотов на самолётах Ан-24 был самым высоким в СССР. В 81-м году в аэропорту совершил свою последнюю посадку лайнер Ил-18. Из этого самолёта с бортовым номером СССР 75767 сделали памятник в Парке Победы. Есть красивая легенда о том, что самый известный его полёт прошёл по маршруту Байконур-Москва, откуда Ил-18 доставил в столицу первую женщину-космонавта Валентину Терешкову. Были в истории аэропорта и тяжёлые времена, когда выполнялся всего один рейс в день. Но сейчас всё изменилось. Как минимум шесть рейсов в день. Москва, Питер, Ереван. Отремонтирован аэровокзал. Увеличена зона международных рейсов. В планах регионального правительства – строительство нового аэровокзала, реконструкция взлётной полосы и новый терминал. В прошлом году по итогам конкурса «Великие имена России» аэропорту Ставрополь присвоили имя основателя города – полководца Александра Суворова. Воздушная гавань получила новые трапы и амбулифт для маломобильных пассажиров. В нынешнем году аэропорт ждёт нового перевозчика с рейсами в Домодедово и увеличение числа полётов в столицу. В 85 лет всё только начинается. Страницы истории листали Алексей Форсиков и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение.